Обычные вопросы и необычные ответы Здесь и начинается самое интересное С закрытыми дверями присутствовали депутаты от партии власти и заместитель губернатора Юлия Марьясова Сами депутаты говорят, что это обычная практика Возможно, только в этот раз все было необычно Нам удалось пообщаться сразу с несколькими участниками заседания фракции на условиях анонимности Все говорят практически одно и то же Юлия Марьясова предложила, в другой интерпретации намекнула, что представление прокуратуры надо отклонить Якобы правительству нужно подумать Руководитель фракции и областной думы Игорь Панченко сначала, по словам депутата, вообще отказался обсуждать такой вариант развития событий Но после настоятельных просьб поставил на голосование В итоге из всей фракции Марьясову поддержали только Людмила Зюзина и Михаил Казаков Сам факт голосования Юлия Марьясова подтверждает, но в ее версии события происходили по-другому Это решение думы, они приняли такое решение, прокурор внес протест в связи с решением Верховного суда Дума рассмотрела это на своем заседании и решила протест удовлетворить Поэтому это решение депутатов Участники того собрания фракции либо рассказывали уже приведенную нами историю, либо реагировали крайне нервно Ну знаете, такой вопрос, наверное, не надо депутатам задавать, но никто из депутата такие вещи вам не отвечает Что у нас было на фракции, кто кого игнорировал, не игнорировал, по-моему, это некорректно Такие вопросы об игнорировании вообще нескорректно А что в итоге? В итоге мы теперь имеем потенциальный конфликт между правительством в лице ближайшего соратника Владимира Груздева Юлия Марьясовой и областными депутатами Причем конфликт, что называется, на ровном месте Анастасия Ландратова, Тарас Якимов, Теле Тула